То, что произошло в феврале и в марте, вообще меня просто восхитило. Оказалось, что в Севастополе настолько силен от глубинный дух русскости, силен вот этот дух причастности к русскому миру. По сути дела, ведь мы в Севастополе наблюдали абсолютное единодушие, тотальное единодушие в отношении тех решений, которые принимали горожане и на площади Нахимова 23 февраля, и на референдуме. Искажение факта началось уже в 2014 году. В 2014 году, в августе или сентябре месяца, вышла книга авторов Григорьева и Кавитиди, если не сильно ошибаюсь, мне ее в сентябре или в октябре привезла из Москвы Тимофеева Ольга Леонидовна. Я прочитал эту книгу и удивился тому, что Севастополю уделяется в ней минимальное внимание, более того, даже в одном из отрывков имя Алексея Михайловича «Искажено». Там неправильно оно указано. А в целом в многостраничной книге Севастополя посвящено, по-моему, одна или полторы страницы. Собственно, вот эта книга «Чи Гевара пролетает утром» в воспоминаниях сепаратистов, она появилась как некоторый ответ на то, что стало происходить. Дальше события стали разворачиваться вообще фантастическим образом. Вы, наверное, помните появление такого фильма «Четвертая оборона». Мне довелось в тот день, когда этот фильм вышел на малые экраны, когда он был показан, по-моему, учащимся средней школы или преподавательскому составу, побывать в полпредстве. Я таким взбудораженным полпредства, которое находилось тогда у нас на площади Нахимова, не видел никогда. Я понял, что там люди осознали вообще масштаб бедствия, что произошло в городе. Теперь смотрите, пожалуйста, в отношении фальсификации и искажения событий. Мне всегда казалось, что масштабное искажение событий может происходить в тех случаях, когда эти события отстают от нас на несколько десятилетий. Потому что в этих случаях происходят две таких тенденции. С одной стороны, появляются некоторые новые документы, которые нам неизвестны. Например, рассекреченные документы. Они вводятся в научный оборот. Появляется возможность непредвзято посредственно прежние события, не будучи зашоренными какими-то идеологическими рамками или политическими подходами. С другой стороны, идет другая тенденция. Часть документов утрачивается, и очевидцы событий уходят из жизни естественным образом. И вот тогда, конечно, возникает некоторая новая такая реальность, которая позволяет тем или иным образом посмотреть на события прошлого. И зачастую эта реальность такова, что требуется некоторое искажение, рихтовка и так далее. С событиями русской весны происходит совершенно фантастическая история. Все еще живы. Вот очевидцы, живы еще все. Как в той песне поется, да, все еще живы, все еще живы. Документов есть у нас, и в архивах хранятся, и они опубликованы частично. А постоянно возникает желание почему-то каким-то образом переписать эти события, расставив те или иные акценты. Я бы понимал еще, если бы эти акценты расставляли, например, наши коллеги из Крыма. Ну, я понимаю такую вещь. Скажем, вот был фильм Андрея Кондрашова. И когда я с Андреем Кондрашовым встретился в 16-м году в апреле месяце, я ему задал очень простой вопрос. Андрей, как это вообще произошло? Как произошло, что в тольем фильме, который там длится, по-моему, больше двух часов, Севастополу уделяется пять или семь минут? Он мне рассказал такую историю. Ты знаешь, говорит, произошла такая вещь. Когда мы съемочная группа приехала в Крым, чтобы набирать материал для этого фильма, нас встретили в Симферополе. Встретили там Аксенов, Константинов под белорученьки в течение недели. Водили по всему Крыму, и все показывали, все рассказывали. Мы набрали такую кучу материала. Приехали в Севастополь, а нас здесь как бы не так встретили. Как-то внимания нам не уделили. И вот так получилось, что мы делали фильм на основании того материала масштабного, который мы набрали. Вернувшись из Москвы в Севастополь, я узнал у своих товарищей, как они встречали эту съемочную группу. И выяснил, что на самом деле все, что они хотели увидеть, мы им все показали. Все, что они хотели увидеть, услышать, мы им все рассказали. Была некоторая точка зрения такая. И вот сейчас, когда мы в 16-м году с Крымчанами эту проблему усуждали, на прямом эфире у Бориса Корчевникова, это был первый российский канал, то нужно отдать должное Андрею Кондрашову. Он тогда встал и сказал, а вы знаете, я вот согласен с представителем Севастополя, он показал на меня, что в этом фильме, он называется был «Крым. Возвращение на родину», как-то вот так, да, что в этом фильме неудовлетворительно показана роль Севастополя. И в 17-м году, обратите, пожалуйста, внимание, все точки на «д» окончательно были расставлены. Когда 23 февраля 17-го года именно Севастополь получил поздравление президента Российской Федерации, и это поздравление касалось не только Дня защитника Отечества, но и Дня народной воли. И вот это была окончательная точка, которая признает следующее. Именно Севастополь стал тем центром, от которого уже пошли все круги по Крыму и вообще по всей России. Именно Севастополь стал основоположником, родоначальником тех событий, которые имеют геополитические последствия. И выступление Колбина не так давно, которое прозвучало на 35-й батарее, тоже все точки на «д» расставило. Когда он сказал, мы поехали на перекопы, на Шангар и на дорогу, которую вела из Николаева в Крым, чтобы перекрыть эти три дороги, когда приехали в Севастополь, оказывается, Севастопольский беркл забаррикадировался, сидел у себя на базе, и мы никого из них не смогли взять с собой. То есть давайте запомнить, помню следующее, что когда Крым говорит о том, что между материковой Украиной и Севастополем стоял могучий и неприступный Крым, и он бы не пустил никого, нужно помнить, что очень важная вещь, что три дороги, которые вели из Украины в Крым, были перекрыты именно Севастопольским беркутом. Роль Севастополя ни в коей мере нельзя унижать, оскорблять и каким-то образом нивелировать. Севастополь стал тем детонатором, тем спусковым крючком, после которого начались события русской весны, события, имеющие такие последствия. А что касается фальсификации, то я хочу сказать следующее. Мы предполагали выпустить пятилетию книгу, которая бы называлась таким образом «События русской весны в документах и фотографиях». Но так получилось, что мы от этой идеи отказались по одной очень простой причине. Не все документы пока еще можно публиковать, но такова вот реальность, к сожалению. И мы отложили эту идею на десятилетия. Я думаю, что десятилетия мы встретим, будучи вооруженными такой книгой, после которой никогда ни у кого не возникнет уже никаких сомнений о роли севастополя, севастопольцев в этих событиях. Субтитры создавал DimaTorzok